В детстве я мечтала стать учителем. Я родилась в семье учителей. У меня папа учитель математики, мама учитель русского языка и литературы. И с детства я видела, как они работают и хотела тоже быть учителем. Но я поняла, что я хочу не просто учить детей, я хочу помогать людям. Я поняла, что хочу быть провизором и что мне нужно поступать в Белорусский государственный медицинский университет уже после 9 класса, когда нужно было определяться с профильными предметами. И родители мне в этом очень помогли, они посоветовали, мне рассказали, что есть такая специальность и что она может мне понравиться. Любовь к русскому языку у меня с детства. Ее мне привила мама. Я начала заниматься олимпиадами по русскому языку благодаря своей замечательной учительнице Кравченко Наталье Ивановне, с которой мы прошли 20 различных олимпиад. От региональных, таких как районные, областные, до республиканской и международной. К республиканской олимпиаде по русскому языку и литературе я шла целенаправленно, начиная с 6 класса, когда я начала заниматься русским языком. Олимпиада по русскому языку и литературе интересна тем, что она состоит не из одного этапа. Здесь несколько этапов. Это отзыв, она показывает твои знания и умения в литературе и в умении анализировать текст. Комплексная часть, которая показывает знания именно в русском языке. И устное высказывание, которое показывает, насколько легко ты можешь найти выход из той или иной ситуации. До победы на республиканской олимпиаде я, как и все абитуриенты, сдавала репетиционное тестирование по русскому языку и литературе. Это тоже был волнительный этап, потому что проверяешь, действительно ли ты сможешь сделать все идеально. И да, у меня получилось. Я получила 100 баллов за репетиционное тестирование по русскому языку. Викторию я знаю очень давно. И с первого дня нашего знакомства я догадывалась, что она 100-бальник, потому что девочка действительно очень грамотная, очень начитанная. Для меня, как для преподавателя, наиболее ценными и значимыми качествами являются, прежде всего, коммуникабельность, умение творчески, креативно и комплексно подходить к решению поставленных задач, желание идти вперед, постоянно развиваться, не стоять на месте. И эти все качества я вижу в Виктории. Я знаю Вику уже 4 года. Я всегда была счастлива тому, что с ней познакомилась, потому что с первого дня, как она появилась в нашей группе, у меня было такое впечатление, что этот человек очень одаренный, очень умный. Она также всегда стремится к саморазвитию. Она участвует в различных танцевальных конкурсах, она стремится развивать свою жизнь в различных направлениях. Результаты Олимпиады я узнала на следующий день после проведения всех туров. Я была не то чтобы удивлена, я была просто счастлива, потому что это цель, к которой я шла с самого начала. И это непередаваемые эмоции. Я сразу же позвонила всем своим родным, все меня, конечно же, поздравляли, все были очень счастливы. Позже я узнала, что благодаря Олимпиаде я также стала степендиатом президентского фонда по поддержке одаренной молодежи. Эта Олимпиада дала мне заветные 100 баллов, которые стали хорошим подспорьем для поступления в Белорусский государственный медицинский университет. Даже когда у меня что-то не получается, я вспоминаю, что я прошла столько всего, столько Олимпиад, столько различных конкурсов и заданий было выполнено. И это придает мне силы для дальнейшего развития. Я понимаю, что нужно приложить максимум усилий, и у меня все получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова